11 часов и 6 минут в нашем городе программа мужской понедельник в этой передаче ведущие состав их николай голиков и владимир сметанин как говорится happy old new year с новым старым годом наконец-то окончательно с новым старым новым годом словосочетание которое повергает в ужас да весь мир весь мир кроме этой территории кроме самой большой части суши на планете земля да со старым новым годом кстати у нас традиционно из года в год опросы социологические исследования порядка половины жителей нашей страны старый новый год отмечают так что кому-то сегодня в понедельник наверное не слишком хорошо не слишком свежо мы сегодня будем работать два часа как обычно после 12.00 гостями нашей студии станут представители общественной организации родители детей-инвалидов дорогу и добра будем говорить о новых направлениях в работе этой организации а в первом части тема которую мы по моему еще в новом 2019 году не поднимали но настал только что наступил ну что ж мы мы погибли настал самое время об этом побеседовать рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог приступила к деятельности в новом составе планы на ближайшую перспективу оценка существующей ситуации и так далее ну и сейчас представим наших гостей владислав корыцев руководитель рабочей группы которая приступила в работе в новом составе член общественной палаты кировской власти журналист владислав добрый день приветствую всех добрый день константин сичихин член рабочей группы член общественного совета приросавтодория константин добрый день до добрый и вячеслав николаевич симаков и начальник дело-управления попермайского района города кирова заместитель главы горы администрации ясл Guo Николаевич добрый день добрый день добрый день например ну напоминаем что рабочая группа вообще появилась константину весной 16 ago да это получается уже четвертый четвертый прав хеции ч �есвёртый чтвертый ч 5 нового года когда такая общественная структура приступает к своей работе предыдущий если можно так как выразиться. Состав, созыв. Константин как раз-таки возглавлял, Ладислав возглавил не так давно. Нынешний созыв рабочей группы так не... Ротация должна быть. Как прошла передача документов. Без задних мыслей передают. Мы сразу договорились, что это не какой-то детский сад, и ничего здесь кому-то обижаться, и тут главное работать. Тут была только... Хочу нового руководителя спросить. Ладислав, личная инициатива, личное рвение, так скажем, прийти... Естественно, это одна из тем, которые я очень часто освещал и очень часто наблюдал все эти проблемы, и в том числе и с Константином мы очень плотно работали, и со всей рабочей группой, поэтому хранить ее ни в коем случае нельзя было вообще. В общем, логично все. И когда мы даже увидели, что до сих пор она не сформирована, мы, честно говоря, так очень сильно заволновались, и я сам звонил всем, и Костя звонил, и Виталику Браму звонил, и всем-всем я говорю, ребята, давайте Юрию Львовичу Шлемензону, то есть эту работу точно нельзя хоронить, поэтому все здесь нужны. Насколько я помню, группа формировалась дольше, чем запланировано было изначально. В декабре, ой, в ноябре, по-моему, дата была X назначена, потом продление еще было приема заявок, так правильно понимаю? Ну да, 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 там, потому что были свои нюансы по поводу и руководителя будущего, потому что, ну, мне хватит, как говорится, на сегодняшний день, да, и сейчас вот Влад будет руководить. Хватит чего? Хватит чего? Хватит руководить, хватит руководить, есть другие направления, на которые надо делать упор на сегодняшний момент, да. Вот, а по составу там были вопросы, потому что кто-то пошел, кто-то не пошел. Вообще сильно обновился состав? Ну, обновился, как всегда, на 50% примерно, да, у нас в среднем на 50% состав обновляется, сейчас где-то побольше процентов, даже на 60%, но состав такой плотный, такой приличный, можно так это сказать, да, много новых лиц увидите в этом сезоне, я так это могу сказать. А мы будем это пока в секрете держать? Или расскажем, что за люди туда вошли? Где уже можно почитать об этом? Нет, я думаю, что в ближайшее время сайт общественной палаты опубликует на этой неделе новый состав рабочей группы, там все будет про всех рассказано, про всех показано. Около полутора десятков человек было в предыдущем составе? Ну, сейчас порядка 14 человек получалось. Порядка полутора десятка и осталось? Ну да, нет, состав он у нас определен, 15 человек, сейчас в составе 14 человек, одно место вакантное, дальше посмотрим. То есть еще до заявки возможно? Нет, почему, пока работаем в том составе, который есть, только вопрос продуктивности от тех людей, которые зашли в рабочую группу, эффективность, потому что одно дело зайти, написать заявление, от тебя одобряет совет, другое дело честно работать. Мы еще очень много времени потратили на то, чтобы найти именно специалистов. Конечно, мы там Шамиля Бузикова, естественно, да, очень сильно просили, чтобы он принял участие в работе группы. Мы искали людей, которые именно технически подкованы вот в этих вопросах, чтобы не быть, да, какими-то голословными там. И мы, я надеюсь, что нам это удалось. Так же, Шамиль Викторович сопротивлялся? Ну, было дело. Но вы все-таки сломили его сопротивлению. Уговорили, поговорили. Нет, мы без Бузикова не справимся. Спасибо, что уговорили. Давайте продолжим оценкой существующей, сложившейся дорожной ситуации в областном центре в сравнении с тем, что было раньше. Вот Вячеслава Николаевича хочу спросить. В Первомайском районе как сейчас обстановка и насколько затруднена работа с вегауборчей техники? Да, единый подрядчик в этом году у нас появился. Какие-то изменения в связи с этим? Что-то вот как-то лучше, хуже? Подрядчик единый, это, в принципе, плюс, но у него есть на субподряде другие организации. Почему, вот, мое мнение положительно, что единый подрядчик в случае каких-либо проблем у кого-то из исполнителей можно всегда заменить. И у нас, вот, допустим, в заречной части города вот это и произошло. То есть были серьезные замечания вот в декабре, в начале января, и на сегодняшний день там подрядчик поменялся. То есть субподрядчик поменялся? Субподрядчик поменялся, да. Поэтому ситуация изменилась. Наша задача расставлять приоритеты, показывать те места, которые там еще, допустим, подрядчик не знает. И совместно вот с жителями города у нас в центре местной активности работают, наше территориальное общественное самоуправление, которое охватывает уже более 30% всего населения района, участвует в этой работе. Вячеслав Николаевич, ну мы вот здесь вот тоже с Константином обсуждали эту историю. Здесь все равно спрос должен быть с подрядчика. Абсолютно он единый подрядчик. И абсолютно неважно, кто из субподрядчиков не выполнил его указания. Мы имеем ввиду ГДМС, которая контракт муниципальный. Но это ведь удобнее, потому что не надо вспоминать, какой конкретно тут ООО этим занимается. А вот тут опять же на весы стоят удобно, плюсы, минусы. Когда мы с вами, мы же не первый год, рабочая группа существует, да, и когда мы с вами подходили к вопросу в 15-м году, ну в 16-м году, когда у нас ГДМС был единый подрядчик, мы тогда говорили, что у нас не развита система конкуренции на рынке в рамках содержания уличной дорожной сети. Тогда вам предложили вариант разделить эти лоты. Разделили лоты, да, разбили лоты. Администрация в течение какого-то времени заревела, что как мы можем контролировать эти все подрядчики. Хорошо, опять вернули все обратно в 19-м году. Есть единый подрядчик. И к чем мы с вами столкнулись в декабре месяца? Этот единый подрядчик, он просто-напросто не справился в декабре. Жалуется на субподрядчиков. Жалуется на субподрядчиков. Что вообще? Это его проблема. А это его проблема на сегодняшний момент, на кого ему жаловаться. Он обязан, если, извините, он выиграл контракт на 20 месяцев, на немаленькую сумму, да, так он должен зайти. 800 миллионов. 800 миллионов. Он должен зайти и сделать то, как требуется, согласно контракту, качественно и чтобы не было нареканий со стороны и граждан, и со стороны администрации. А пытались информационно перевести все поле деятельности, ну, все огрехи на каких-то субподрядчиков. Ну, вот нам в данной ситуации, как общественности, вот мне лично, как гражданину города, мне без разницы, кто там, какой субподрядчик, каким образом. Есть единый подрядчик, если вот к этому введем, да. И пусть он на сегодняшний день рублем отвечает за те огрехи, которые в городе происходят. За те улицы, которые не убраны, либо не вовремя убраны, либо за те тротуары, по которым люди ходят и падают. Ну, ты говоришь, рублем контракт предусматривает достаточно серьезные санкции. Мы еще не знаем, какие были ли кому-то санкции применены. Но контракт предусматривает. Контракт предусматривает приличные санкции. Там даже если 4 балла выставлено, уже санкция до 15% понижения от суммы контракта. А 4 балла, когда при том, что максимальный балл 5, вы сами понимаете. То есть, по идее, это как бы хорошо. По идее, это хорошо. Хорошо, но минус 15%. И поэтому мы договорились с Владом, что в ближайшее время мы запросим информацию в Дирекции дорожного хозяйства и в администрации по результатам работы подрядчика. Я не говорю подрядчиков, подрядчика. Именно подрядчика. Да, именно подрядчика. По началу сезона, по декабрю месяцу. Вячеслав Николаевич, реплику тут вижу. Все правильно отвечает генеральный подрядчик. И я думаю, что вам информацию предоставят. Я цифры не могу называть. Дирекция дорожного хозяйства вам информацию всю даст. За те замечания, которые поступали от администрации города Кирова, от территориальных управлений, от населения города Кирова, штрафные санкции выставлены. Поэтому отвечает генподрядчик. Но еще раз повторю. Здесь ситуация такая, что если нам попадется недобросовестный подрядчик, очень сложно будет перестраивать работу, там, расторжение. Это длительный процесс. Я могу привести пример. В прошлом году у нас на одну территорию было содержание разыграно. Падение составило 50%. Буквально нам там в течение месяца мы смогли понять, что подрядчик не в силах выполнять эти работы. У нас два месяца мы занимались тем, что расторгали контракт, отыгрывали повторно деньги. И у нас территория осталась практически без содержания. Поэтому вот в данном случае я почему говорю, что положительный. То, что, возможно, реакция смены субподрядчиков. Ну, да, сменить субподрядчиков проще чисто. А генподрядчик отвечает в полной мере. Вот я бы здесь, конечно, немножко не согласился. Вот с точки зрения юридически легко или просто... Давайте не будем забывать, что город Ормонстроя это тоже государственное предприятие, которое также разыгрывает... Муниципально. Муниципально, которое также разыгрывает торги. И разыгранные контракты на субподряд, извините, их тоже легко просто-напросто взять и расторгнуть. Да, это более проще, чем для администрации, но это требует тоже какого-то промежутка времени. Но этот момент он может заполнить своими силами. Вот вопрос. Так, давайте небольшую паузу сделаем. Напоминаю, что говорим мы о деятельности рабочей группы по контролю за ремонт и содержанием дорог. Новый состав данной структуры приступил к работе. Владислав Крысов, руководитель рабочей группы. Константин Сичихин, член рабочей группы, член общественного совета при Росавтодоре, Вячеслав Симаков, начальник теруправления по Первомойскому району, замглавы администрации нашего города. Прерываемся буквально на полминуты и вернемся. Продолжаем говорить о рабочей группе по контролю за ремонтом и содержанием дорог, которая приступила, наконец, приступила к деятельности в новом составе после, можно сказать, двухмесячного содержания. Я представил наших гостей 30 секунд назад. Просто сейчас не могу понять. С организационной точки зрения, вроде бы, вы хвалите. Один подрядчик с него и спрос. А что изменилось? На земле-то в реальности. Давайте оценку этому дадим. Я не знаю, кто хвалит. Хвалит, может, администрация. Я не сказал ни положительного, ничего на сегодняшний момент. Я не хвалил. По работе замечания есть. Я про саму систему. Нет, сама... Давайте разложим немножко поэтапно. Давайте. Ситуация такая. С 30 ноября контракт заработал. Контракт, на наш взгляд, он замечательный контракт. Там очень четко все прописано. Один из пунктов, который прописан, это Центр управления производством. ЦУП, Центр полетов, можно так это назвать. Красиво звучит, да. Вот за что мы сейчас и начнем, спрашиваясь подрядчика, как общественность. А вот... В ГДМСе создан. Мы до сих пор не знаем. В ГДМСе создан. Так он создан? Он создан. Или мы не знаем? Нет, он работает. Но мы не знаем. Мы не знаем. Администрация, представитель администрации говорит, что... Вячеслав Николаевич, вы там были? Нет, я там не был. Я работаю непосредственно с ДДХ, но вся информация о ДДХ поступает в ГДМС. И обратная информация идет как раз с этого Центра управления. Насколько он эффективный, пока абсолютно непонятно. То есть это как происходит? Когда мастер позвонил, дядя Вася позвонил тете Оле и сказал, я вывез три машины, да? Или это каким-то образом действительно фиксируется так, чтобы это можно было воочию убедиться? Там и смысл создания так, чтобы, в принципе, любой общественник мог бы убедиться в том, как идет процесс. А насколько я знаю, обещали, они высокотехнологичны прямо-таки центры. Ну картинки-то рисовали, вспомни, там Центр управления полетом. Это какой-то кабинет должен быть, где должен сидеть диспетчерская, штаб, диспетчерская служба. Есть многоканальный, как я понимаю, телефон, в который должны поступать звонки от граждан. Я полагаю, что не только телефоны, вообще другие средства связи все временные. Там и должен быть, как минимум, автоматизированная система в виде какой-то карты с подвязкой всей техники. Она должна быть, а, это GPS, либо GLONASS на ней должен стоять, и это все должно быть на карте. Плюс видеофиксация там прописана с видеорегистраторами. И если есть возможность, передача информации сразу напрямую в Центр управления производством. Это все четко прописано в контракте с единым подрядчиком. Это значит, вся техника у нас на сегодняшний день, как минимум, должна быть оборудована видеофиксацией, либо видеофиксацией с передачей этой видеофиксации в Центр управления производством. Вопрос, есть такое? Ну, по крайней мере, для нас, для общественности, для граждан администрация данную информацию на сегодняшний день не доводила. Мы уже договорились, что мы сделаем запрос и воочию убедимся, что это за центр такой, как он работает. И вообще есть ли он. А вот эти данные, они должны быть в открытом доступе? Любой желающий? Интернет-ресурс или что это такое? Там по контракту прописано, что это должно быть при любом запросе, либо при любом запросе общественности, да, эта информация должна быть предоставлена. Он как бы должен быть, я не скажу, что он так, открытые двери для всех, но он должен быть открытый, общественный с какой-то точки зрения. То есть, конкретный пример, а вот бортовой номер, машина с таким-то бортовым номером, покажите, расскажите, где она была в определенный день, в определенное время, и они должны предоставить это. Я так это понимаю, да, когда читал контракт, и когда мы не раз этот контракт разбирали из дирекции дорожного хозяйства, да, перед тем, когда же он опубликовался, это должно было быть так. Это должно было быть, был центр управления производством, это такое открытое, можно сказать, ну, не каждый желающий, но, по крайней мере, по запросу должен был обратиться и получить достоверную информацию, в какой день, когда какая техника проходила, где она очищала, с каким госномером, да, и все полностью. Например, если гражданин не уверен, что его улицу огребали, очищали, он позвонил, и ему в какой-то промежуток времени должны были эту информацию предоставить. Что в такое-то время такая-то машина вашу улицу огребла. Но мы с вами наблюдаем пока ту картину, которая есть, да, есть ли этот центр управления производством, как он работает, если он есть, замечательно, да, если он работает так, как обещали, и так, как написано на бумаге, еще лучше. Но, по крайней мере, на сегодняшний день ситуация такая, какая есть. Улицы местами огребаются, лучше огребаются, чем в том году, а местами просто про эти улицы забывают. Александр Николаевич, а администрации, вам как руководителю теруправления, существование такого центра, он что дает? Как вы можете взаимодействовать? Вам-то нужен вообще такой объект? Нам, конечно, нужен. У нас есть несколько диспетчерских служб, единая городская диспетчерская служба, есть диспетчерская служба дирекции дорожного хозяйства, тоже, которая круглосуточно работает. Мы работаем непосредственно с ней. Кроме этого, у нас несколько созданных групп в WhatsApp, куда заведены все подрядчики, ДДХ, Департамент городского хозяйства, теруправления. Мы туда скидываем свои замечания, именно фото. И подрядчики после этого отчитываются, в том числе фото подтверждения туда сбрасывают. Это группы ваши внутренние? Внутренние, да. Вот это вот все, что вы обещали, здесь есть все, кроме ЦУПа. Вот, еще раз, непосредственно с ЦУПом работа дирекция дорожного хозяйства. Мне достаточно на сегодняшний день вот именно диспетчерской дирекции. Пока замечаний нет. И еще, но мы связываемся, бывает, с субподрядчиками, поэтому некоторые люди, тот же Вятавтодор, допустим, он никогда не работал на территории города Кирова, и некоторые улицы он не знает. Поэтому мы непосредственно с мастерами выезжаем на те участки улиц, где у нас упущены, и показываем. Кроме этого, у нас ведь в этом году еще некоторые улицы вновь появились в титуле, которые раньше не очищались. Поэтому мы тоже принимаем участие и показываем такие объекты. Современная-то появилась? Появилась. Там не только современная, там и широтная, там и агрономическая появилась. Вот как раз, если современную чистят очень замечательно и намного лучше, чем даже в том году, да, то про улицу широтную агрономическую, ну, где-то забывается периодически. Давайте напомним, территориально где-то находится. Современная, это Зиново. Это Зиново, это все микроорганизмы. Это, получается, Ленинский район. Да, это тот район в районе новой школы 11-й и нового детского садика. Вот, как бы, да, они появились. Ну, еще добавлю, что вот при главе администрации у нас по понедельникам проходит оперативное совещание, где мы конкретные замечания свои высказываем. Буквально в течение одного-двух дней принимаются меры. У нас сегодня были замечания, я не говорю о том, что нам все нравится, были замечания и по очистке проезжей частей, и по тротуарам, и по лестничным маршам, и по пешеходным переходам, подходам. Поэтому вот мы это все озвучиваем и ждем буквально выполнения данных замечаний, устранения сегодня-завтра. Расскажите, пожалуйста, как отрабатываются сообщения от жителей города? И много ли их сейчас ли идет? В декабре, насколько я помню, очень было, да, вал обращений? Да, обращения, количество увеличилось. Я почему назвал территориальное общественное соуправление? У нас вот шесть центров местной активности, созданы свои тоже группы ВКонтакте, и вот население тоже вступает в эти группы, они направляют нам информацию, в том числе и ВКонтакте. Не обязательно письменное обращение. Сфотографировали, направили, после этого мы переправляем подрядчику, и потом уже многие жители уже просто сами раньше звонили, говорили, что все уже, тут приехали, почистили, все отработали. Ну, сколько их примерно в день, не знаю, в среднем этих обращений? Я могу сказать, что вот, ну, я по всему городу, вот эта группа, которая у нас создана, она все четыре района охватывает, и мне приходится, бывает, до, там, 200-300 фотографий в день. В день? Слушайте, так, значит, проблем-то много, товарищи. Я еще раз говорю, это за весь город, это и за речная часть, и удаленные районы, и Ленинский, и Октябрьский, здесь все. И мы стараемся именно... Частный сектор там, да? Абсолютно все. Мы указываем на все, где какой лестничный марш не почищен, где какая-то дорожка заужена, где снег необходимо вывозить. Дирекция тоже это отслеживает, и уже в соответствии и с нашими рекомендациями составляет график по снеговой войске. Нет, ну, судя по таким цифрам, возникает вопрос, вот то, что число вот этих обращений увеличивает, а следствие чего? Того, что стали работать хуже, либо того, что жители активизировали? Либо просто стали работать. Да, либо просто жители стали активизировали. Я говорю, мы указываем даже, вот смотрите, допустим, почистили рано утром улицу Московскую, да, прошел грейдер, поджали валы, и вот, ну, буквально там один пешеходный переход вот завален. Мы это тоже фиксируем, нам потом отзванивается, буквально вот там через полчаса прошла машина уже с дворниками, которые это все почистили. Я говорю, замечательно, ну, надо координировать работу. А можно мне по улице Московской вот спросить такой вопрос? Это у нас прописано в контракте или нет? Всю жизнь чистили от бордюра до бордюра, что называется. Вдруг в этом году я наблюдаю такую историю, что из там четырех, ну, пятиметрового тротуара вдоль улицы Московской, два метра вообще не почищены. То есть там сугроб и просто сугроб. И фактически Московская один, Московская один. Ну, это же по всему вечному огню больше. Да, это сегодня в восемь часов утра подрядчику было указано это замечание как раз. И посмотрим вот на... Вячеслав Николаевич, это месяц длится. Я понимаю. Ну, так как-то это... Насколько я знаю, были уже штрафные санкции. Ну, вот сегодня еще раз акцентировал внимание на этом участке, вот от улицы Казанской до Вечного огня, в том числе и тротуары, и проезжая часть, и газоны, и въезды во дворы. То есть вот о чем говорили, что заваливаются въезды во дворы. Давайте посмотрим, сколько времени необходимо подрядчику на вот реакцию наше замечание. Восемь утра, да, сказали? Да. Отлично. Вот это как раз... Вот то, о чем мы сейчас сказали, да, вот эти фотографии, сообщения, я правильно понимаю, что это такое некое ручное управление? Это ручное управление. Неужели так и должно быть? Нет, это текущая работа, понимаете, новая... Вячеслав Николаевич, это ручное управление, это текущая работа, это ручное управление. Центр управления производством должен был создаваться для чего? Для того, чтобы не было ручного управления, чтобы... Для того, чтобы, по крайней мере, глава Кера управления вообще не вникал. Да. Глава Кера управления, по-моему, найдет работу... Так в том-то и дело. Для этого и прописывался данный контракт, в котором был четко прописан, но ни одним пунктом, там несколько пунктов как раз связано с этим Центром управления производством, который должен был на себя брать всю нагрузку, о которой вы сейчас рассказываете. О той информации, потому что я понимаю, что вы львиную долю 2 часа в день вы тратите только на обработку той информации, которая поступает в этих чатах. В этих чатах, мама моя. Да, и это 2 часа в день вы тратите просто-напросто для того, чтобы обработать ту информацию, которую должен обрабатывать подрядчик совместно с Дирекцией дорожного хозяйства. И сделайте так, чтобы не было таких проблем в будущем. А мы, вал обращения растет, полтора месяца работает контракт, вопросов меньше не становится, значит, Центр управления производством для меня, например, я делаю вывод, он просто не работает. И в этом смысле я поражаюсь героизмом Вячеслава Николаевича, который должен сидеть каждый день, отсматривать 250 фотографий, хотя это все должно быть. Нет, я их все не отсматриваю, я вижу. Хорошо, даже свой район 50 фотографий, все равно. Слушайте, вы занимаетесь вечеринкой работой. Вячеслав Николаевич, ну правда, но нуждается, система нуждается в корректировке. Здесь человеческий фактор встречается, когда необходимо вплоть до каждого водителя, тракториста довести. Потому что вот были примеры, когда вот сначала очищается тротуар, потом проходит другая техника, чистит дорогу, заваливает тротуар. Тротуар закидывается. Да, и вот вы говорите, что система не меняется, ситуация, я просто езжу, у меня были там определенные лестничные марши, определенные тротуары, которые вот в декабре вот в таком состоянии были, в январе уже система поменялась. Поэтому я говорю, что это вот, я в ближайшее время все-таки извиняюсь. Вячеслав Николаевич, у нас зима скоро закончится. Нет, нет еще, середина зимы, сейчас, середина зимы, самый день середины. Не закончится. Не закончится. Она не уйдет. Несколько лет назад один из руководителей одного подрядчика все время говорил, что вы переживаете, в июне снег растает. Ну да. Так, подошло время рекламы, вернемся через полторы минуты. Владислав Крысов, Константин Сичихин, Вячеслав Симаков, наши гости. Давайте сосредоточимся на том, что дальше-то будет делаться. У нас не секрет, в середине этой недели ждается потепление и большие снегопады. Большие такие довольно интересуют. Мы готовы. Мы точно готовы. Мы уже договорились, что мы будем тщательно мониторить. Что вы будете делать? Ну, стандартно мониторинг, тот мониторинг, который мы проводили годами, это выезды, это, по крайней мере, взаимодействие сейчас с единым подрядчиком. И намного с какой-то точки зрения, и с нашей точки зрения, это проще для нас будет в плане того, что выехать и где-то посмотреть эту технику, когда раньше приходилось искать, где какой, какие улицы огребая. И вот пока на этом, ну и понятно, будем мониторить соцсети, ждем от граждан больше информации. Еще больше? Ну, по крайней мере, в последнее время охота еще проверить тот титул, который у нас укрупненный, да, улица, потому что титул укрупнили, улиц стало больше. Как их содержит? Ну, поясняем, титул это поставленный на баланс. Да, это поставлен на баланс улицы, те объекты, которые есть. И все-таки, вот опять же, я тут про две улицы сказал, про Широнницу и агрономическую, да, их очень плохо содержит. Широтную, да. Широтную, да, Широтную и агрономическую очень плохо содержит, хотя они первый год появились в общем титуле в городе Кирове по содержанию, да. Вот, и охота еще определить такие же улицы в городе, которые либо не убирают, либо не вывозят, либо не чистят. И вот этим вопросом мы займемся в ближайшее время. И очень не хочется, чтобы это все тоже делалось в ручном режиме. Вот в прошлом году Вячеслав Николаевич, я помню, к нам обращались, когда еще работал на телевидении, к нам обращались. Я звонил Вячеславу Николаевичу, он в ручном режиме чистил какие-то улицы, там, Макаре, по-моему, или Порошино. Звучит хорошо, в ручном режиме чистил. Не надо. У нас тоже была масса эфиров, когда люди звонят, и прямо на карандаш Вячеслав Николаевич берет, и потом проблема решается. По теруправлениям, в связи с предстоящими снегопадами, тоже какое-то уже предупреждение разуслано. Как будете работать в ближайшее время? Но это все равно будет через пару дней. У нас текущая работа, мы в выходные, всегда организуем дежурство у нас, и суббота, и воскресенье нет у нас выходных дней. Всегда мы работаем, у нас много других вопросов. Здесь и сосульки, и дороги, и тротуары, и парки, и скверы, и мусор. Да, здесь большой комплекс работ, поэтому без выходных трудимся. И с жителями именно налаживаем контакт, о чем я и говорил, и все соцсети просматриваем, поэтому вся информация важна. Единственное, все-таки вот на сегодняшний день... Когда вы работаете, фотографии, соцсети... Многие улицы все-таки не чистятся из-за того, что все-таки транспорт припаркованный мешает. Но опять же-таки вопрос, а где эвакуация? Вот где наши эвакуации? А вот давайте об этом поговорим, да. Вячеслав Николаевич, раскройте нам секрет, кто вот, вот если в вашем районе вы видите, что систематически стоит автомобиль, который мешает уборке снега, стоит под знаком. Ваши действия, и какие ответы на эти действия? Ну, если знаки установлены, здесь, конечно, проще вызываем ГИБДД, хотя сейчас тоже у них проблемы кадровые есть, недостаточно людей, борьба с пьянством и так далее. Где борьба с пьянством, я не понял. За рулем, видимо. Да, экипажи не всегда могут выделить для того, чтобы заниматься эвакуацией транспортных средств. Поэтому еще занимаемся другим вопросом, непосредственно отрабатываем с владельцами транспортных средств. То есть запрос, нам дают информацию, там, адрес, телефон, выходим на... Ну, это когда вот одна-две машины мешают. Человека там нет, он не живет. Нет, есть у нас примеры, вот, допустим, Герцена-10, торговый центр, никак не чистили крышу, хотя сейчас опять уже сосульки, ссылаясь на то, что вот припаркована газель, нам дала информацию ГИБДД, а владельцы моего нашли, обратились к нему, он машину убрал, крышу почистил. То есть вы опять делали работу, которую ГИБДД должно делать? Ну, вот опять же, ну что ж такое-то? Межведомственное взаимодействие. На ваш взгляд, как можно повысить эффективность работы с транспортом оставленным, который... Потому что это проблема. Здесь весь город знаками независит. Вячеслав Николаевич, вот по поводу знаков, кто должен знаки? Я несколько раз в прошлом году наблюдал такую историю, что знаки устанавливают за час перед уборкой. То есть люди, возможно, уже ушли на работу. То есть если уборка в 8 утра, то знак... Я лично своими глазами видел, что знак выставляют в 7 утра. А потом, ну, ребята, вот же знак стоял, а машина стоит. Нет, это неправильно. Эти знаки, они никакой юридической ответственности не несут. Почему мы не можем эвакуировать по временным знакам там информирование? Население присутствует 20-30 дней. Поэтому по временным знакам эвакуация не согласована. Нелегитимно. Ну, просьбы, значит, хотя бы. Незаконно. Иногда перемещение осуществляют. А, Вова, что такое перемещение? Слава богу, я не сталкивался с этим. Что такое перемещение транспорта? Вот регулярно это в сводках, в новостях читаю. С одного участка машину переставляют на другой. Ну, рядом где-то. Почистили, а потом вернули обратно. Нет, обратно не возвращаем. Слава Николаевич, ну, давайте так маленько к этой ситуации подойдем. Да, ну, мы же живем-то не одни в этой стране, то есть другие города, где успешно применяют. И не только перемещение, эвакуацию, и дорожные знаки устанавливают, и там чистят, и все замечательно, и все хорошо. Просто у нас... Можно еще авторазборку устраивать. Разобрал до винтика. Можно и так, да. Нет машины, нет проблем. Нет машины, нет проблем. Вот, но суть в том, что, по крайней мере, нам когда-то обещали, что появится служба эвакуации в городе Кире, отдельное подразделение, и она начнет работать, и будет как-то очень все замечательно, да, в этом плане. Вот вы можете сказать на сегодняшний момент, что-нибудь со службой эвакуации там слышно, не слышно? Мы имеем в виду муниципальную службу. Муниципальную, да, именно муниципальную. Потому что вопрос-то стоял как раз в финансовом моменте, то, что очень мало денег выделяется, и столько перемещать и эвакуировать, просто у бюджета нет денег. В Москве, например, это муниципальная полиция называется, да? Да, Москва успешно применяет схему эвакуации, и платных парковок, и дорожных знаков, и временных дорожных знаков, и люди уже привыкают, да, к проблемы. И штрафы там драконовские. А штрафы там серьезные, да. Но при этом там чисто, убрано, и, по крайней мере, нет таких валов, сугробов на пешеходных переходах и на дорожной сети, как у нас на сегодняшний момент. Да даже далеко ходить не надо, давайте в Казань съездим. Там тоже примерно такая же система. Казань, Самара. Самара, если меньше город брать, да, набережные Челны. И вот почему у нас же все-таки нельзя это применять, либо для этого требуется время, либо для этого требуется еще один ЦУП? Я уточню, мы сейчас не Вячеславу Николаевичу предлагаем. Да, то есть я тоже, мне даже здоровье. А выстроить систему? Выстроить систему. Можно ли выстроить такую систему? Либо все-таки есть в чем-то проблема? Вы как глава ТРУ, вы же больше видите на все происходящее. Без сотрудников ГИБДД на сегодняшний день мы эту проблему решить не можем. Это законодательство такое? Да. И в Москве, и в Казани вся работа организована совместно с госавтоинспекцией. А если все-таки появилась бы муниципальная организация, которая служба эвакуации, и я думаю, что сотрудники ГИБДД одного бы человека на всех бы, ну там, на 2-3 эвакуатора бы выделяли бы. У нас достаточно и стоянок штрафных, и достаточно эвакуаторов. Несколько лет назад нам бывший руководитель ГИБДД сказал, вот поставьте 20 эвакуаторов мне, я организую работу. Буквально с утра 20 эвакуаторов стояло около здания ГИБДД, но, к сожалению, сотрудников так и не нашлось. Ну давайте проведем отдельное межведомственное, как вы говорите, совещание совместно с сотрудниками ГИБДД. Если есть такая проблема, мы, общественность, готовы встать там посреди их и вас, чтобы это совещание провести и в ближайшее время определиться все-таки с этой проблемой, только по той причине, что она есть. Она есть, и эту проблему надо совместно решать. Если вас не слышат, то, может, нас услышат, и я призываю сотрудников ГИБДД именно начальства, они вас слушают часто в радио, и это на мою, как бы, уже проходило, да, мне не раз звонили после моих высказываний, да, вот, что давайте займемся этим проблемом, потому что и они тоже ездят по этим улицам, и они, по крайней мере, и их семьи, там, родственники являются такими же гражданами. И руководители города, и ГИБДД. Ну, насколько я знаю, сейчас изменение структуры идет в ГИБДД, поэтому думаю, что ситуация изменится в ближайшее время. А так, в принципе, уже много улиц у нас знаками дорожными охвачено, сейчас вот необходимо именно, вот, так сказать, если не слышат люди, поэтому необходимо эвакуировать. Ну, все, я думаю, присутствующие согласны, что надо как-то жестче решать, да, этот вопрос? Конечно. С припаркованным. Его надо очень жестко решать, и тогда мы увидим более широкие улицы, убранный снег, по крайней мере, если не будет автомобилей, потому что есть и в этом большая проблема, да, вот, и, по крайней мере, мы, может быть, увидим и чистые контейнеры мусорные, потому что сейчас одна из проблем еще. Тоже подъехать не могут просто. Да, подъехать не могут мусоровозы, это, опять же, другой проблеме. И вот, опять же, все упирается в гипо. Да, когда вся эта проблема, чисто и город, ведь. Что, господи, что снег, что мусор, это все. Ну, все-таки, мне кажется, и ГИБДД, и город, если город, допустим, предусмотрит какие-то варианты, где человек может припарковать машину и на какое-то время на уборку снега, да, то и уборка снега, она будет проходить проще. А сейчас у нас, получается, людям скажут, не ставьте здесь машину, люди будут кружить несколько кварталов и думать, где же ее поставить, и они ее поставят в другом месте, где тоже нельзя будет убрать. И получится такой вот круговорот, то здесь нужно все равно, и городской администрации очень сильно подумать, как это сделать. Насколько я помню, по-моему, осенью прошлого года озвучивались планы, и сити-менеджер Илья Шульгин, по-моему, занимался организацией вот таких временных площадок для парковки автомобилей, каких-то перехватывающих парковок. Это было все в планах? Есть какая-то концепция, Вячеслав Николаевич? Насколько я знаю, в управлении архитектуры и городостроительства на сегодняшний день предложены варианты размещения таких... Организации, да, таких площадок? Ну, лишь бы не рассмотрены были эти варианты в конце зимы, да? Так вот, похоже, что да, к тому и идет, потому что через какое-то время, а через какое-то время у нас март наступит уже. Я думаю, я не больно верю в лучшее, так как та ситуация, которая на сегодняшний день... Ну, по крайней мере, эту зиму мы закончим так, как есть, да, потому что она уже идет, уже ползимы прошло, и лучшего точно за ближайшие полтора месяца чище не станет, и лучше не заработает никто. Вот на следующую зиму, опять же, давайте... Опять же, мы почему-то начинаем об этом говорить, когда зима уже наступила. Вы понимаете, вот здесь еще все на муниципалитет-то зваливает тоже, в других регионах бизнес-то тоже в этом участвует. Вот у нас есть примеры штучные, там, торговые центры, которые прибирают прилегающую территорию, чистят парковки, там, эти же знаки устанавливают. А большинство-то и торговых центров, и предприятий, и юридических лиц, они этим не занимаются. Вячеслав Николаевич, это вопрос авторитета городской власти. Если городская власть в лице руководителей не может договориться с бизнесом, значит, как-то не так договариваются. Я не могу... Я больше, чем уверен, что бизнес у нас не такой, что говорит «нет» и все. Мне кажется, это не только вопрос авторитета городской власти, но еще и вопрос системы поощрений и наказаний. Ну да. Ну вот сейчас, что Вячеслав Николаевич сказал по поводу дорожных знаков для бизнеса, да. Не каждый бизнес может поставить дорожный знак там, где он захочет его поставить, да. И просто-напросто это же надо целый процесс согласования пройти не только с администрацией, но и с ГИБДД. Есть соответствующие структуры, которые все это проводят от согласований до установки. Так, в конце буквально, да, у нас полминуты остается. Давайте напомним, во-первых, координаты единой диспетчерской службы, куда можно жаловаться. Дирекция дорожного хозяйства круглосуточная 41-59-50. 41-59-50. И городская 64-00, 48-00, да. В общественном, в группу общественного контроля как можно? Ну, возможно, всех в сетях найти. Да, конечно, в соцсетях есть и группа «Делай дороги», да, и телефон общественной палаты, он на сайте общественной палаты. Вот, я бы, конечно, не услышал от Вячеслава Николаевича по поводу телефона ЦУП. Вот, ну, я думаю, что в ближайшее время мы эту информацию получим. Пока мы еще не получили информацию о его существовании, доказательствах жизни нет еще. Спасибо. На этом завершаем первую половину «Мужского понедельника». Далее новости, тематические программы и новая тема через 20 минут.